Свет в конце туннеля забрежил перед жителями Сахдийской области. В Таджикистане сдан объект, который называют стройкой века, туннель Шахристан. И это не ради красного словца. Туннель соединил юг и север страны, сократив в несколько раз время в пути из Сахдийска или Пяджикента в столицу. Теперь привозимые товары должны подешеветь, а свои фрукты-овощи будет легче возить на продажу. И главное, люди перестанут массово гибнуть на перевале, в автокатастрофах и под снежными завалами. Новый туннель Шахристан только построен, а в Таджикистане его уже называют объектом века. На открытии был сам президент Имамоли Рахмон. Он и проехал первым под его модерновыми сводами. На строительство у китайской компании China Road ушло 7 лет. У государства 430 миллионов суммоний. Длина туннеля более 5000 метров. Это мост, связавший юг и север страны. Внимание высоких гостей обращали на технологичность проекта. Каждый сантиметр туннеля соответствует современным стандартам. По всей длине установлены 28 камер слежения. Это центр контроля. Пока за компьютерами работают китайцы. В дальнейшем их места займут таджикские специалисты. Все эти годы мы поднимали туннель вместе с китайскими рабочими. Было много сложностей, но мы смогли все преодолеть и сделать работу на отлично. Этот перевал – исторически главная дорожная артерия, соединяющая юг и север. Многокилометровый серпантин разбитых дорог успел унести жизни сотен людей. В основном – жители Сагдийской области. Зимой путь закрывался. Я в этом регионе 30 лет проработал водителем. Мы из Пиджикента до столицы Душанбе добирались за 18 часов. Тяжелую дорогу в зимний период трудно было переехать. Теперь мы за два часа добираемся до Душанбе. Людям стало легче. Туннель открывает новые возможности перед бизнесом региона. Теперь перевозить груз будет легче и дешевле. Поэтому больше всего новым возможностям радуются жители Сагдийской области. Жители мучились, переходя этот перевал. Сколько лет мы ждали открытия этого туннеля? На этом китайцы из республики не уходят. Именно они и иранцы получают самые крупные подряды на строительство в Таджикистане. В Айнинском районе заложен первый асфальт новой дороги – Айни-Пенджикент. Это продолжение великого шелкового пути, заявил Эмамони Рахмон. Эта дорога – еще один путь выхода из коммуникационного тупика. Новая трасса должна изменить жизнь двух районов. Ее длина – 170 километров. Проект включает в себя строительство 31 моста. Открытие дороги поможет развитию Заравшанской долины во всех направлениях. К примеру, доступ к продовольствию. Ведь столько лет наши жители мучаются с доставкой продуктов питания. Нам приходилось проходить перевал, а потом еще и по разбитой трассе идти. В район уже прибыло более 36 единиц техники. На строительство будут заняты 200 китайских рабочих и 500 местных жителей Айни и Пенджикента. Дорогу обещают построить за три года, затратив 140 миллионов долларов. Продолжение следует... Продолжение следует...